В средней общеобразовательной школе номер два с кадетскими классами к своим обязанностям приступила Эльвира Брюханова. Она еще будучи ученицей этой школы мечтала стать педагогом. Поступила в Великолуческий гуманитарно-педагогический колледж на специальность учитель начальных классов. На протяжении четырех лет обучения в колледже мечта девушку не покидала. Молодого педагога вдохновляла работу с детьми. Окончив колледж, Эльвира Андреевна поступила работать преподавателем младших классов в родную школу. Опытные педагоги и директор школы во всем помогают, подсказывают и выручают молодого специалиста. Школа всегда рада, когда приходят молодые специалисты, значит, ей приходит смена. А когда молодые специалисты – это выпускники школы, тогда радость вдвойне. Эльвира Андреевна как раз выпускница в школу номер два. Она прошла весь путь к детскому классу с первого до одиннадцатого. То есть она имеет статус – это выпускник-кадет. И когда мы ей предложили взять первый кадетский класс, она, конечно, вот надо было видеть удовольствие на ее лице, потому что она говорит, так это же мне все родное, знакомое. И вот мы познакомили ее с родителями, уже до конца августа мы уже познакомили ее целым с классом. И самое главное, что в ней самой вот это все есть. За одиннадцать лет уже укоренилось, и она уже старается вот сейчас с первых шагов первоклассников, воспитанников кадетов, именно внедрить то, что положено в кадетском классе. То есть чтобы потом не менять их уже. Уже с первого класса приучают к порядку, приучают к бережному отношению к своим вещам, к учебникам, объясняют, что такое урок, и что он отличается от обычных занятий. И мы очень довольны ее работой. Думаю, что в дальнейшем она оправдает наши надежды, и сама будет довольна своими результатами. На сегодняшний день Эльвира Андреевна – учитель начальных классов и по совместительству советник-директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями. Молодой специалист уже познакомилась со своими первыми учениками и приступила к их обучению. Я решила связаться с педагогикой, потому что у меня всегда была тяга к детям. То есть мне всегда хотелось вот этих вот эмоций. Когда ты приходишь в школу, они все бегут, радуются. То есть это уже сразу настроение поднимается на весь день. И вообще контакт с детьми – это прям по душе мне. Раньше работала в лагерях, вот нравилось. А потом вот решила себя попробовать по окончанию педколледжа в качестве учителя. Первый день, конечно, был волнительный. Ты видишь их всех в первый раз. Они все еще балуются только после садика. Но тем не менее, когда они надели форму, они сразу же так построже все, понимая, что нужно стоять в строю, нужно себя хорошо вести, не нарушать дисциплину. Поэтому первый день был очень волнительным. Но мне кажется, это будет самый запоминающий день. Взаимодействие с родителями вообще отличное. Они понимают, где-то что-то спрашивают, где-то дают советы, что вот мы его там нужно подтолкнуть, где-то еще что-то помочь. Поэтому мы с ними прекрасно ладим. И весь педагогический коллектив, кого не попроси, всегда окажут помощь. То есть вообще хорошая такая надежная опора для меня. Уже с первых дней Эльвира Андреевна показала малышам, что может быть строгим, но в то же время добрым и понимающим учителем. Каждому ученику у нее индивидуальный подход. Это подтверждают и сами первоглашки. Эльвира Андреевна очень добрая учительница. Она у нас учится, хорошо писать. Эльвира Андреевна очень мне нравится. Она учит нас писать. Она очень добрая учитель. Она нам помогает, если мы что-то правильно не сделаем. Эльвира Андреевна нам помогает. Эльвира Андреевна очень хорошо ведет уроки. И мне это нравится. Молодому педагогу рады и дети, и их родители, и, конечно, коллектив школы. На плечах Эльвира Андреевны важная задача – не только передавать знания совсем юным школьникам, но и воспитывать их достойными людьми. Уверена, с этими задачами молодой и увлеченный учитель справится.